Это мой первый сезон в этом году, в котором я не смогу потратить ни одной ресурсеньки, и всё это из-за того, что я рашер ТХ-16. Но мне кажется, самое долгожданное в этом месяце был не банк сезона, не золотой пропуск, а звёздный бонус Х4. Что? Его опять добавили этого цыгана зеленолицевым. Не понял. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. И это мой первый сезон, который я начинаю абсолютно скучно и непонятно, потому что я ничего делать не буду. Я абсолютно фуловый, если без шуток, и у меня есть почти 90 миллионов ресурсов суммарно, и 600 тысяч плюс дарка. И даже сюда я не могу потратить эти ресурсы. Это, конечно, жесть. Я, наверное, все эти ресурсы буду в течение месяца тратить, и самое прикольное, что есть ещё и звёздный бонус, как бы тоже гигантский. Но ресурсы, ладно, не сильно важны, даже забор прокачивать мне не нужно. А вот это вот очень приятно. За 3 дня мы сможем нафармить с вами 12 тысяч блестящий и 600 плюс сияющий. Но это смогут сделать только те, которые подписаны на мой телеграм-канал, либо сами додумали до этого и не фармили бонус 30-го, 31-го числа. Ну, или просто 31-го. И в итоге, получается, вы сможете фармить 3 бонуса. За 4, я думаю, ну, можно, но кто как раз таки не фармил 30-го числа? Потому что разрабы у нас цыгане. Реально, 2 дня всего звёздного бонуса. Раньше делали 6 дней. 4 дня. Ну, 3 дня. Ну, какие 2 дня, вот реально. Кто не додумался, он зафармит всего 2 бонуса. А это в обычных лигах намного меньше. Это вот для легендарных лиг, ладно, ещё более-менее приличные награды. Круто, классно, прикольно. А кто в ниже сидит, там тоже 1200-2005 и 100, по-моему, сияющий. Ну, короче, не так уж и много. Почему нельзя было сделать хотя бы 3 дня? Но, в итоге, получается, кто прошарил, они смогут зафармить либо 3, либо 4 звёздных бонуса. Ну, и есть один минус. Конечно, кто пушит кубки, для них это не удалось сделать. Им хоть как ежедневно приходится делать 8 атак, чтобы удержаться в лиге. И они такого не сделали, как бы, как я. И поэтому они всё равно сфармят только 2 бонуса. Ну, а кто просто сидит, как бы, крысит немножечко в легендарной лиге, типа апнул и спустился, те получат в максимальном объёме. Я же чуть-чуть немножко лоханулся и нажал опять легендарная лига регистрация. Но, вообще, пофигу. Самое главное, что я эту лего сохранил. Ой, отлично. Вообще, чувак, ну, правда, для видео создал базу прям офигенную. Идеальный вариант, чтобы слиться ему, да? Не, на самом деле, сейчас затащим. Да, приятный, конечно, сейчас бонус у нас ждёт. Как раз идеальный чел. Мне нужно сейчас сделать, сколько там, 3 звезды. И как раз бонус будет у меня на счету. Но, по-моему, у меня ещё недоступен звёздный бонус, который второй. Я, так как 30-го зафармливал, из-за этого, скорее всего, его пока что нету. Но не проблема вообще. Хотя бы 3 бонуса я железно зафармлю, уже приятно. У меня тут снаряжение прокачано примерно на 80%. Так что я уже тут хорошо подкачан. Так что от 4200 сияющей я уж откажусь. Хотя было бы приятно, конечно. Ну, ладно. Сколько зафармлю, столько зафармлю. Самое главное, что я хотя бы 31-го не фармил на этом аккаунте. Уже замечательно. Так. База лёгкая. База приятная. База крутая. Предлагаю вам в один миг прожать абсолютно всё. Бам-бам-бам. И вместе слиться. Не, ну такое бывает, кстати говоря, когда вот нацелен на трёшку и на таких базах сливают. У меня у самого такая же база стоит. И частенько на мне сливают из-за банальных косячков. Но тут, как видите, все герои живые. Ну, просто невозможно слить на такой базе. Корнями тем более. И тем более такими прокачанными героями с таким снаряжением. В общем, это надо быть ракалом. То есть маной. Ладно. Я уже не ракал. А если что, я эволюционировал. По крайней мере, последний КВ. Ну, блин, однушек от 99% вообще нету. Вообще, прям, я бы сказал, даже пропали. Они просто из виду. И делаю в основном двушка хороший процент. Ну, а так в основном, конечно, трёшки. То, что трёшечки сейчас залетают, как вы знаете, очень легко. Потому что игру упростили. Ну, либо корней ещё раз надо фиксануть. Ну, так, чисто по приколу. Четвёртый раз зафиксить. Ну, и вдруг разработчики ещё что-то пересмотрят. И четвёртый раз зафиксят корней. И будет идеально. Хотя, знаете, вот так вот база просто выстроена. Всё, да, в ряд. И она в дефе стоит, ну, не хуже, чем нормальные расстановки. Потому что корней-то нифига не осталось. И да, база немножечко выстояла, как-никак. Ну, давайте, быстрее добивайте. Я хочу посмотреть бонус свой приятный. А представьте, такой бонус каждый день видеть. Но не тут-то было разработчики у нас цыгане. И всего на два дня. Я же говорю, раньше четыре дня было. Я понимаю, конечно, что они роту как бы зажали. Но, блин, четыре дня было бы круто. Раз в месяц такое делается. Хотя бы три дня сделайте нормальных три дня. А не вот таких вот странных три дня, как мы, типа, 30-го не фармили, 31-го. Да, конечно, это все печально. Но бонус прилетел. Кстати говоря, насчет разработчиков цыган. Как бы они не главные цыгане. Вот здесь два цыгана сидит. Вот один черный, другой зеленый. Вот. И его опять добавили на 30 дней. И знаете, что я вам скажу? Я этому нереально рад. А все потому, что у меня есть вот такой вот недонатный аккаунт. И здесь даже шести строителей не хватает. Потому что эту ТХ-12 качать просто полгода, а то и больше. А представьте, еще есть 13, 14, 15, 16. И в конце этого года выйдет еще и 17-е. То есть новички или средние игроки, которые сейчас ТХ-12, вы будете качать до максимального уровня ратушу. Но я не знаю, годами просто. Вот серьезно. Не знаю, сколько это сосчитать. Ну, в общем, в чем плюс его? Как раз таки в прокачке хранителя. Он апается 6 дней. И если судить по тому, что вот башня лучниц у нас качается 3 дня и стоимость 120 гемов. То есть 6 дней будет 240 гемов. Это намного дешевле, чем покупать книжицы у цыгана другого. То есть получается, что первый цыган перехитрил второго цыгана. Ну и зеленый цыган получается выгоднее. Конечно, лабиринт какой-то получается. Но в данном случае я рад данному гоблину. Ну и так как будет гоблин, я думаю, что шестого строителя тут тоже буду использовать. Как раз гемов будет достаточно. Надо как-то продвигать этого рашера быстрее и делать намного мощнее. Там КК вкачивать, лагеря, казармы, питомцев открывать. В общем, за этот месяц постараюсь сделать максимально с волшебными предметами, с этим гоблином. И уже юзать по назначению, а не то, что я сейчас с ним делаю. А точнее, ничего с ним не делаю, потому что все постройки апаются почти по полмесяца. Кстати говоря, вот для сравнения, сколько руды получают лиги пониже. Например, золотая, 1800 кубков, 1400 блестящая, 64 сияющей. Ну, если вы рашеры ТХ-16, для вас это, конечно, копейки, потому что все прокачки стоят очень дорого. Но если учесть, что в этих лигах играют в основном до ТХ-11, или же те, которые хотят много фармить обычных ресурсов, то, по сути, до ТХ-11 нормально. Потому что у меня есть ТХ-12, ну как раз на котором я был и там, снаряжение уже фул, поэтому вам в целом руда так сильно и не нужна. Хотя, кому она не нужна? Сейчас каждый день разработчики добавляют снаряжение. Кстати говоря, в этом месяце есть предположение, что это будет чемпионка. Тем более, на скине это все продемонстрировали. Кстати говоря, в продаже пока что их нет. Но будут определенные даты, когда будут высвечивать оформление на базу, и также скины на других героев. И, кстати, я что-то сейчас задумался, А 4-то бонуса никто сфармить не может. Например, даже если человек не фармил 31-го и 30-го, то сегодня он зафармит 2 бонуса. Завтра он зафармит еще один, а послезавтра он уже не сможет зафармить, потому что конец это будет. То есть, после 11 часов там уже не будет Х4. То есть, формально, кто не фармил 31-го числа, он получит такой же бонус, как и тот челик, который 30-го не фармил. Получается максимум 3 бонуса. Что касаемо золотого пропуска. В целом, награды нормальные. И вы сейчас спросите, зачем я его купил. Не знаю, просто так, потому что, я же говорю, мне некуда вообще ничего тратить, даже волшебные предметы. Буду все конвертировать в гемы, все волшебные предметы, ресурсы. И готовиться к ТХ-17, хотя, как видите, я уже готов к абсолютно всему. И да, еще и вот здесь подкопил. Но плюс это ЛВК, плюс еще следующее, 1000 плюс медалей будет. Будет крутой переход на ТХ-17 в конце этого года. Что касаемо скина, давайте соберем все плюшечки, которые нам сразу же со старта даются. Хотя, как я говорю, ну некуда их тратить, и все придется продавать в конце концов. Но да ладно. Также давайте применим уже скинчик, и глянем, как же он у нас выглядит. Хотя у меня тут такой цирк, что у кого-то скина нету, у кого-то, я не знаю, тут фараон какой-то. Так, короче, каких только скинов нету у меня, и я уже все это перекупил. Я вот честно, большую часть даже не юзал скинов. Я их купил-купил, а не использовал, даже не ставил ни на один месяц эти скины. В общем, надо будет какую-то подборку, что ли, этих скинов сделать, чтобы рассказать, какие скины мне нравятся, какие лучше покупать за гемы, или же не покупать. Ёлки-палки, сколько же скинов у меня. Ну, что есть, то есть как бы, да. На Кинге вообще ничего нет, хотя разнообразия скинов тоже достаточно. Этот месяц получается по ивентам достаточно скудный, так как мало чего разработчики добавили и рассказали нам. Возможно, еще что-то будет в неофициальной инфы по календарю событиям, но все же пока что мало. Хотя можно понять, что этот месяц как раз-таки экзамены, у кого-то лето, отдых. Короче, первый месяц лета, я думаю, идеально подходящий к такому вот календарю событий. Но, знаете, это тот самый случай, когда реально даже рассказать нечего в видео про начало сезона, и действительно, кроме как посмотреть награды в пропуске, осмотреть скин, и все, как бы больше ничего я не знаю, не могу. Но, кстати говоря, книгу всего, я не знаю, откуда ее получать. Единственное, у меня нет на основном аккаунте, и в пассе ее не дают. Какие планы на этот месяц? Очевидно, что я буду поднимать с пропуском этот аккаунт, чтобы какие-то результаты показывать на КВ, ЛВК. Ну и, скорее всего, этот месяц я запишу вам ЛВК в Академии, и в основном клане тоже. Думаю, что интересные атаки, реплейчики, стратегии, и результаты там будут. Ну и, конечно же, не доначу также развивать потихонечку, хотя семью строителями это нифига не потихонечку, да, без золотого пропуска, но на то это и не доначу. Ну а основной аккаунт будет все так же АФК, буду, как говорю, формировать там гемы. В общем, друзья, надеюсь, что разработчики добавят еще какие-то события, ивенты, чтобы хоть что-то записывать для вас, потому что сегодня я действительно ничего сверхважного не показал, а просто поиграл немножечко, и на этом все. Кстати говоря, 3 700 кубков, 2 500, ну, блин, неплохо, хотя на этом аккаунте снаряжение качать и качать еще, оно такое, знаете, тут уровня слабой ТХ-12, ну, примерно. А хотя для Рашера в целом больше и не нужно, тем более пока он не в полной силе, но в будущем здесь однозначно нужно делать фулл сет снаряжения 18 уровня. Всем спасибо за просмотр, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и ожидайте новых роликов. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok